Здарова! Сегодня мы снова играем в GeesMod в режиме DarkRP. Наверное, уже некоторые соскучились по удивленным лицам каких-нибудь донатных тюбиков и прочих дегенератов, которых мы здесь встречаем из ролика в ролик. Когда я записывал этот ролик, я понял в один момент, что мне не обязательно что-либо делать, какие-то байты придумывать и так далее, чтобы найти какого-то идиота, который получит наказание. Как оказалось, мне достаточно просто существовать на каком-то серваке, чтобы в 15-20 метрах от меня происходил какой-то пиздец. Нет, это не будет 30-минутный ролик о том, как я молчу в микрофон все это время и не произношу ни одного звука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если кто-то на моем канале здравомыслящий человек, и он не понимает, что они делают, я вам, конечно же, объясню. Они привлекают внимание полиции, чтобы просто постреляться и чтобы их зарейдили. Я тебе раком поставлюсь к тебе, бейди туда. Я тебе утоплюсь, щааааа. И потом я утоплюсь, щаааааа. Брундауна, это не болезнь. Сука, чёрт, хебёшь. Это пошло оттуда, таджикидан. Ты чё, умрел, ху-пу? Чё-то произошло? Или так, просто так поболтать? Да просто поболтать, да. Да вы там в доме сидите, правила НРП нарушили, людей провоцируете. Кто сказал провоцируем? Может быть, мы друг на друга не искали. В сторону госов, чтобы они как-то попытались вас обыскать или же зарейдить? Нет, не буду кого-то. Вообще, я... Как не было? Ну, вы оскорбления госом выписываете. При людях берёте, угрожаете расправой с оружием. Было это всё? Ну, во-первых, с Мордаром... С Мордаром, да, мы по... Как сказать? Нет, нет, я правил ФБИ. И про госов, которых вы оскорбили. А, ФБИ? Ну да, да. Я ФБИ только гос оскорбил, и всё. Ну вот, ну вот, мимо гос проходил, вы его берёте просто так оскорблять. У каждого выходит по 15 минут. Не, я считаю, тут неправильно это выдаёшь. Ага. Согласно закону. Дядя, стопэ, 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 птичка. У меня вопрос, у тебя покупка. Докажи вот как это произошло. Что конкретно произошло? Что, ему? Можешь, если несложно, а, ты же не оттепаешь, правильно? Я говорю, можешь голосай обратно, а оттепывается несложно, потом если докажешь, то все понятно. А, в смысле докажешь? Потому что он что-то мне пытается сказать. А что доказать им? Смотрите, на словах ты все объяснил. У меня есть демка, поскольку я ее записываю, да. У меня есть доказательства всего этого. Если от кого-то придет жалоба, и меня там будут обвинять в чем-то, я могу показать, что это все было. Готово. Что-то пустовато как-то. 60 человек, а все равно вроде нет никого. Ну, особо много людей, что-то не вижу. Почему так? Основным двигателем моего контента выступает как DarkRP, так и сам его онлайн на каком-либо серваке. Да и сам сервер по DarkRP не особо интересен и играбелен, если на нем нету игроков. На DarkRP серваке попросту нечего делать, когда онлайн близится к нулю. Большинство, наверное, скажет то, что ну, раз здесь нету онлайна, я просто напишу то, что сервер умер, уйду на другой сервак. Вот и все. Тем более, на новом серваке раздают промокоды на миллиарды рублей. И вот она моя подводочка к рекламе. Что если я тебе расскажу снова о серваке, на котором теперь для игры абсолютно не обязателен онлайн, и ты там можешь сидеть один, в дуо с другом, в пати с друзьями и сидеть там проводить время. Где нету всех заебавших правил фрикил, нон-рп и так далее. Представляю вам рпг проект на тематику сталкера. Здесь нету рп как такового, то есть ты сам решаешь, в кого выстрелить, кого просто пропустить или же самому пройти мимо. Начинаешь ты здесь достаточно честно по сравнению с другими DarkRP серверами. Если на входе в DarkRP сервак ты можешь себе купить какую-нибудь супер админскую привилегию и кучу оружия, то здесь все совсем иначе. Для начала тебе конечно же нужно освоиться, понять что к чему, что как работает, и для этого есть система квестов, которые достаточно хорошо прописаны. И они не сделаны для того, чтобы просто быть на серваке, типа вот смотрите мы крутые, у нас есть квесты. За них ты получаешь свои первые деньги конечно же, первые очки опыта, что достаточно важны для твоей прокачки и самого персонажа. А также базовое снаряжение для любого сталкера, который собрался отправиться за пределы безопасной зоны. Уже понимаете к чему я сказал, то что здесь онлайн совершенно не важен. Вы можете хоть в три каски со своими корешами исследовать карту, которая здесь реально монструозная, при условии, что общий онлайн на серваке тоже три человека. Во время исследования ты волен заниматься тем, что захочешь. Захотел, поделал квесты. Захотел, поисследовал карту. О, нашел какой-нибудь артефакт. Пошел, сдал, получил деньги. Пока несешь этот самый артефакт, увидел какого-то челика на пути, накрутил себя как раз то, что он вдруг тебя может перво убить и ты его убиваешь первым. И это не будет фрикелом, даже если это ему не понравится. А вдруг с этого челика выпал какой-нибудь ценный хлам, который очень поможет тебе на стадии крафтинга, потому что крафтинг делит первое место вместе с прокачкой. Ну а теперь давай немного вперед перемотаем твой прогресс. Вот ты уже у нас развился, прокачался, создал крутую броню с оружием, а также прокачал навыки обращения с этим стволом. И ни один мутант или же какой-нибудь сталкер-одиночка тебе вовсе не страшен. А что теперь делать? Куда воевать, подскажите? Ну смотри, помимо обычных мутантов, возможно каких-то квестовых или же просто которые тебе встретятся на твоем пути, есть также и своего рода боссы. Надеюсь, что такое боссы объяснять не потребуется. Давай по-честному, каким бы ты ни был крутым, прокаченным, не знаю, заряженным типом, в одиночку ты их не одолеешь, и поэтому тебе нужна команда, клан или же просто какая-то рандомная пати. И наверное, это единственный аспект, из которых я описал, который требует высокого онлайна. В остальных областях ты можешь спокойно справляться сам, делать квесты, собирать предметы, продавать что-то на аукционе другим людям, который работает не в режиме реального времени. А, например, ты можешь что-то выставить на продажу, утром зайти, оп, у тебя уже купили это. Вроде бы основной список того, что может тебе предложить этот сервак, я описал достаточно подробно. Но есть еще куча интересных деталей, описывая которые, на этом может уйти без шуток целый ролик. Поэтому лучше тебе сейчас залететь туда самому, по айпишнику и дискорду в описании. Может все просто на хатах сидят, да и все. Вообще 5 IQ гейминг на маниках, это очень распространенная такая штука. Брат, кого ищешь? А шо ж ты за киллер такой? Шо ты сразу цель свою выдаешь? Не, я не ки***. А кто ты? А я просто человек. Да, просто человек с винтовкой за спиной. Я прям поверил. Где у меня винтовка? Да он за спиной у тебя лисит. Видимо недавно пользовался ею. Ага, бывает. Кто он такой? Чок, а в кого целишься? Ты это дыхание задерживай перед тем как стрелять. О, блядь. А это не это, блядь. Это это? Эээ, это. Знаешь, на звере охотится же фоткать? Вот у меня такая же. Да, да. Ага. Добрый день. Мне лицензию бы неплохо. А на что вам? На оружие. А, хорошо. С вас билет. Сколько, сколько? Что это было? Что за х***? Все, его нет уже. Его уже нет. Он на меня напал, я его убил. Дайте лицуху и чемпотхилиться. Сейчас, блядь. Огрышение. Сколько денег за лицуху дать, скажите? 200 долларов. 200 долларов. Сейчас. Сейчас будет. Я передал. Все, спасибо. Да хуя интересно, что это вообще было? Что за пиздец? А ты зачем пришел стрелять в горе и во мне? Не знаю. Прикольно просто. Ну, понятно. Понятно. У тебя выйдет армия, ТРП, нон РП и фри дамаг. Окей. А вот тут не особо финансово грамотные микробандиты решили представить миру свое изобретение. Раб-копилка, которого они таскают по всему городу непонятно зачем. Чисто технически это нарушение правил города, конечно же, это похищение. Ну-ка сюда подошел к стене, к тому раздатчику. И оставил человека. Вот к тому. Ладно. Вот к тому. К стене. Будете задержаны до выяснения. Куда несете человека? Зачем? Это хозяин. Похищение. Я копилка. К-12. Все нормально. Да, все нормально. Копилка. Это по моей воле. Кучу раз такое слышал, когда запуганные жертвы так оправдывают. УК-12 у вас. Отпускайте ее. Отказано в просьбе, я не буду делать. Не толкайте. Сука. Встань. Стойте лицом у стены, не толкайте. Лицом к стене, встаньте. Я не хочу. Иди нахуй с той области. Здорово, привет. Привет. Во-первых, воробьи изменения голоса, это раз. На тебя жалоба от этого. Ага. И что дальше? Выробы изменения голоса. Я не буду разбежать жалобу и тебя забать, если ты не изменишь. Не забанишь, у меня есть разрешение. Разрешение тебе есть. Да, у меня есть разрешение. Просто не выробы, я просто нереально не хочу разбирать жалобу. Вырублю, у меня полное право им пользоваться. Полное право? Да, так и есть. Что такое? Кто тебе дал это право? Можешь, можешь, пожалуйста, предоставить информацию, кто тебе разрешит? Я не буду какому-то левому админу предоставлять, а только что разговаривал уже с другим наборным. Суть жалобы, да. Короче, суть жалобы, фри арест. Короче, вот этот вот молодой человек нашел себе раба, типа, и он использовал его как копилку. Я не знаю, это вообще, это вообще как будто какая-то бессмысленная жалоба. Я не знаю даже, что в этой ситуации вообще почти делать. Просто это настолько тупо было. Короче, смотри. Он раба займел, работорговля запрещена. Я его арестовал за это все. Он, 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 этот челик, которого он взял, типа, в рабы, он был не против этого. А, ну это называется стокгольмский синдром, поздравляю. Ну. Все. И что дальше? Это не оправдывает того, что жертва не против. Че, ну, в принципе, по факту. В смысле не рабство, ты человека связываешь и носишь по своим делам. И, в принципе, у меня сейчас, и, в принципе, у меня сейчас обезьянка в голове, знаешь, это Симпсонов, что, типа, тарелками бьет. Я ничего не понимаю, какой человек копилка твоей дивизии? Да бред какой-то. Да, они просто выдумали себе удобное объяснение, чтобы друг друга по фану таскать в наручниках на плече. Другого же способа эту анимацию сделать нету, нету. Ну, вот они и завязывают друг друга. И, типа, придумали раб-копилка. Шо это такое? Шо за бред? Это, грубо говоря, похищение человека. Ты переносишь его куда-то, перемещаешь человека, ограничивая его свободу. Это является похищением вполне себе. По факту. Да. Может быть, ты считаешь, что я не похитил. Это то же самое, что ты будешь, к примеру, на улице, понимаешь? Это то же самое, что если, к примеру, ты будешь есть говно на улице, и тебе скажут, фу, говноед, а ты скажешь, да нет, я не говноед, это эстетика, я эстет, я, как бы, смакую каждый кусочек. Это не одно и то же. То есть, в твоем понимании это абсолютно нормально. Но в понимании законодательства и в понимании остальных людей, это похищение человека. Нет, ты не говорил. Я тебе говорю о том, что, к примеру, ты понимаешь, что значит начало предложения, которое начинается со слова «к примеру». Он примерно сказал. Он примерно. Ну, в общем, что такое? Он еще, кстати, когда ему говорили стоять лицом у стены, и когда я пытался ему выписать срок, он толкал меня, все такое. То есть, двигаться нельзя по факту, когда ты в наручниках, а он двигался. Ты его мог просто взять, ты его мог взять просто, и этот арест на сходу. Я работаю на то, что у него включено феррерп. Вот. И ты тоже, кстати, это делал. Налкал чел этот. А, ну вот, видишь. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть не считается. Феррерп. Чуть не считается. Феррерп будет получать. Чуть не считается, точнее. Чуть-чуть считается. Ну, чего, короче, может, простишь его? Может, просто он и сет такой, да? Нет, он же решил жалобу подать на изменение голоса, на то, что я якобы просто так арестнул. Нет, зачем прощать? Он не на изменение голоса. Он на... Ну, получается, 15 минут. Слушай, у тебя, ты ему даешь шанс откупиться за деньги? Да нет, мне так лям в кармане, мне нормально. Че, доигрался, другалек? Лям в кармане. Вот это было бы лишнее даже сказать. Слушай, вот ты с такими заявлениями рабство и похищение – это разное. Ты лучше забудь про то, как чат открывается, текстовый, голосовой. Может, за умного будешь сходить больше. Я тебе говорю, если ты будешь чат меньше открывать и писать, вот эту ахинею, что ты пишешь, люди, возможно, тебя умным будут считать. Все, еще раз повторю, что ты говорил. Я прослушаю. Да я ему говорю, что если он будет чат меньше. Игрок, которому вы разобрали жалобу, оценил вас негативно. Игрок, которому вы разобрали жалобу, оценил вас негативно. Ну, Виш, от великого ума оценка пришла. Ну, все-таки, мне сначала казалось, что шокер работает, но не совсем мог. Может, уступаетесь, нет? Так это было чисто самооборонно. Полиция. Было чисто самооборонно. Ну, с чего бы начать? Наверное, классическая фрикил, армия ТРП и нон-РП. Грубо говоря, это считается попыткой зарейдить мэрию. Только непонятно, зачем. Конечно, он пришел пофаниться, и это наборный модератор. А за что такие вообще нарушения? Ну, армия ТРП у него, вы видите, в руках, фрикил лежит на лестнице, а нон-РП это вся сама ситуация, которую каждый нормальный игрок делать бы не стал. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что это наборный модератор. У меня вопрос такой, а зачем ты зашел при всех мэра, взял, бахнул? А мы и не думали, что Кирилл Бадану, а я Пригожин Женя, а мы и не думали. Так, а что, зачем он убил-то его? Че? Убил зачем, говорю его. Там куча свидетелей было. Можешь уйти пока, пожалуйста? Но он не против. Пригожин Женя. Можешь уйти пока? А мы и не думали. А мы и не думали. А мы и не думали. Можешь уйти отсюда? Давай. Я не посредством, блядь, участью. Не трогай, ничего. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. В общем, мне на видос, видимо, попались каких-то два ебаных тюбика, которые в поздний час решили пофаниться на серваке, и один из них был наборный модератор. Вообще, по-хорошему похуй на донатного тюбика, потому что у донатных админов, ну, в принципе, мозгов в ТРКРП не наблюдается. Не у всех, но вот такой вот, как этот и остальные, которых вы встречали в роликах, эта строчка прямо про них. А вот наборный долбоёб, это совсем другая история. Это человек, который, ну, с вышкой, наверное, созванивался, проходя набор в администрацию. Он учил правила, и после этого вот так вот себя ведёт. Да бред. Кстати говоря, он за вот это вот поведение ещё ничего не получил, поэтому сегодняшний видос даже не видос, а демка. Дядь, иди сюда. А мы не думали. А мы не думали. А мы не думали. Не, я понимаю, может, там прикол какой-то смешно, но это нарушение, если ты залпогайвудный. О, слушай. Боже, давай ты мне тут не будешь учить правила. Я думаю, я не знаю. Да, я думаю, нет. Я думаю, нет. Это рофлы такие, ты не шаришь. Какие рофлы? Ну, ты пришёл человека-пресвидетелю. Обычный. О, боже мой. Помолчи, пожалуйста. Ну, я попросил тебя несколько раз уйти, но я, может быть, непонятно, я говорю, может, меня плохо слышат. Он участник этой ситуации. Я могу как что-то подтвердить, так и опровергнуть. Ну, вот что ты можешь обрадить. Я к нему никаких претензий не имею. Объявлен ты мне дальше шляп. Я тебя поздравляю, что ты не имеешь претензий, но ты тут на жалобе это не нужен. Просьба всем пройти в свои дома, иначе вы будете арестованы согласно законам. Дядь, выдай себе тогда, получается, за фрекил. Он меня простил. Алло, дядя, он меня простил. Я нарушение заметил. Я в этот момент принимаю решение, чтобы ты себе выдал фрекил и армитер. Но фрекил упрощён. Фрекил упрощён. Это кто-то на наркосе. Я ещё раз прошу, выдай себе фрекил. Я заметил нарушение, и я принимаю, как раз, это решение. Только фрекил, да? Но помимо него у тебя идёт армитерпэ. Так вот, ну... Сейчас, подожди, я вам армитерпэ. Не могу, я сейчас с тобой раздоберусь ещё дополнительно. Всё, жди. Я жду, пока ты себе выдашь. Значит, как ты сказал, у меня фрекил и армитерпэ, да? Я пересматриваю правила. Ты, ну, не совсем нормально себя ведёшь в админ-зоне, когда я прошу с собой разговаривать. Я заебался нахуй. Так долго трапу это делать. И армия... У меня шесть утра, вы понимаете? Уйди отсюда. Я вообще тебе вопрос задавал, зачем ты это сделал. Вот я так и не услышал ответа. И не могу полностью дать решение до тех пор, пока ты не ответишь. Уйди, пожалуйста. Я левая, пока вам удачи, я спать. У меня шесть утра. Да уйди просто отсюда и всё. Боже мой, сейчас эти... Болбоёб какой-то пиздец. Я не могу окончательного решения принять, пока ты не ответишь на вопрос, зачем ты это сделал. Брал там, он меня убивал, я его убил. Чё проблема? Ну, я увидел тот момент, когда ты просто пришёл, при куче свидетелей и полицейских вооружённых. Взял, убил мэра. И после этого дальше начал стреляться с другими полицейскими в соло. Что с меня, если такого не было? Ты обманываешься, сейчас меняешься. В смысле, не было? Ты не стрелялся, ты не убивал мэра? Ну, чё ты тянешь, что жаба? Ну, чём учишь? Я смотрю сейчас логи по дамагу. Кто по тебе дамаг давал, а по кому-то его давал ещё? Да я сейчас знаю, что ли. Она из-за дружбы. Я у тебя не спрашиваю, я тебе ответил на вопрос, что я делаю. Я смотрю логи. Давай, пусть теперь выгоди. Все петельки тянет жалобу. А кто тянет жалобу? Я смотрю логи, чтобы полностью рассмотреть ситуацию. Как это только возможно. Вот и всё. Ты жалобу тянул приколами и разговорами с своим другом. Вот. Теперь ты подожди. Но он РП и фрикил. Выдавать будешь? Нет. Пока я чекал его нарушения и сроки, которые он за эти нарушения получит, он успел за это время загадочно и непонятно сдуться. То есть произошло неимоверно быстрое превращение из челика «заткни свой рот, я лучше тебя знаю правила» в челика, который… А сколько мне выдавать? А выдавать ли сейчас уже наказание? Мне действительно интересно, что же так сильно заставило его поменять свое мнение и поведение. В конце концов он выдал себе наказание за эти нарушения в РП формате, но поведение вот это вот в начале жалобы осталось и осадок вместе с ним тоже. На сервачок он больше после этого не заходил, или же я его не успел застать. И из-за этого у меня осталась одна надежда. Высшая администрация. Возможно, кто-то из них посмотрит ролик, чтобы узнать там, кто нарушает больше всех, кто еще что-то делает. Может кто-то просто зашел ха-ха половить. Ну, вдруг кто-нибудь почекает и примет решение, что с этим делать. А, ты уже? Все, готов выдавать? Выдавать? Ну да, выдавай. Давай, все. Я пересмотрел демку, ты куда-то резко с щитом пропал. Что-то он быстро сдулся, на самом деле. Какой-то жидкий админ попался. Ну, ребят, вы поведение его, может быть, увидели. Кто-то, может быть, из наборки смотрит. Ну, вышки там доложите. Или тем, кто занимается администрировать. И пусть еще не сделают. Алло, директор, фыбай, нахуй. Алло, я Нега. Я понял тебя. Как отключить эту рацию, блядскую, чтобы вас не слышать? Уколись. Я уколюсь, нахуй, зайди. Зайди домой. Что здесь происходит? И сиди дома. Либо я уколюсь, блядь, я не шучусь. Я в Вену поеду, сука, если они не зайдут домой. Все, сидите дома. Да, это Питер, блядь, вообще хвал. Да, завяжи. Завяжи лямку, ебаный в рот. Бар имени Пидорасовича. Ну, убедительно звучит, ребят. Как корабль назовешь, так он и поплывет. О, я так же сижу, только я левую ногу закидываю. А что это? Завяжи лямбельбананом. От чего откупиться-то? От смерти своей, пожалуйста. А чего ты взял, потому что ты умрешь? А-а-а. Да я не знаю, вот какой-то страшный. Я этот, альтушка. Я альтушка 300 килограмм. Альтушка 300 килограмм я. Ну, браток, тогда давай. Пошел нахуй. Ну, тут все по классике. Мне достаточно просто подойти, и какие-то животные рандомные в округе от меня начинают на меня агриться. Я вот серьезно говорю, что я ничего такого не сделал, чтобы вот это говно выслушивать. Пошел нахуй. Пошел нахуй отсюда. Пошел нахуй. Пошел нахуй отсюда. Нефоребаный. А че почему? Пошел нахуй. Так че почему? Че такое? Пошел нахуй. Пошел нахуй отсюда. Че случилось-то, девочки? Пошел нахуй отсюда. Свалил один, свалил два, свалил три. И шо будет? А ты обернись. Я слеп, но я вижу, что ты охуел. Я нем, но я говорю, что ты охуел. Я глух, но я слышу, что ты охуел. Поэтому убирай куню, которую ты достал. Пошел нахуй. Слышишь? А, кстати, у твоей девочки-то заклинило пластинку. Че такое-то? Ага. Еще что сделаешь? Пизды дать могу. Ну ты можешь дать попробовать, но я не возьму. Ну че, первый пойдет сейчас. Да. Криминальную деятельность на показе нельзя. В подтверждение моих слов, то, что я вообще могу ничего не делать, и мне дебилы будут встречаться. Я у вас сейчас на экране, вот момент, где я стою, я сижу во втором мониторе, смотрю правила, которые эти дети-шлюх уже успели нарушить. Я даже чат вам приближу, я туда ничего не говорю, я ничего не говорю, даже войс, чат, я просто стою, и уже какое-то чучело вокруг меня пытается привлечь мое внимание. Зачем? Непонятно. Почему? Тоже непонятно. С ними же даже по факту не о чем говорить, просто потому что это чел, у которого пластинка заклинила, вы видели минутой ранее, он просто спамил одну и ту же хуйню, о чем с ним можно разговаривать. Но все же у прокаженных с Дарк РП есть своя заслуга, причем честная. Без них я бы не получал такие просмотры на Дарк РП, а вы бы не получали с этих просмотров ха-ха. Ля, я правда, я правда не понимаю, когда умс надсталые начали себя за людей считать. Я знаю, как его сагрить легко. Криминальная деятельность выставляется на показ, значит, Нон РП. Ну что ты хочешь? У тебя нарушены правила. Именно. Нон РП, это первое. Дальше правила чата. Именно. 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 Почему он разговаривает, как умс надсталый, я не могу понять, что за хуйня. Именно, конкретнее мне можно. И оскорбление еще у тебя нарушено. Это уже повторное, с твоей стороны, 6 часов бана. Именно. Чего, какое оскорбление, кого? Меня, меня, меня оскорбление. Меня задели твои высказывания. Так, я тебя не оскорблял, а оскорблял в админпрофе. Ну так это относится не только к админпрофе. Сейчас, подожди, здесь один придет. Уже разберется. Он постарше. Ага, ну, потом разберетесь. В общем, я тебе описал, ты угрожал в общественном месте при свидетелях просто так и раскрыл свою крем деятельность. Подожди, я могу. И это является нарушением НОНРП. Я могу. И помимо этого, ты оскорблял односторонне без всяких на то причин. Вообще никакой причины не было оскорблять просто первого попавшегося. Все. Подожди пять секунд. Друг, наверное, прилетит, да? А что, где друг, не дойдет никак? Ну, нафига. Ну, такой себе у тебя друг. Ты бы так не говорил. А что будет? Такой себе у тебя друг. Вот я могу еще раз повторить. Такой себе у тебя друг. Что такое? А ты поле его, скажи. Что, что? Нет, ничего. Ничего, ничего. А зачем ты пытаешься перековеркивать клоунаду эту делать? Я же просто обычно вопрос задал. О, привет, Костя. У него развеется дикоск? Да, я выдавал ему мут за оскорбление в вось чате. Вот, он то же самое делает снова. Ага. Че? Здорово. Выдавай себе за оск 15 минут мута в текстовом чате. За что? Я уже повторил, что плохо слышишь? За оск. В текстовом чате выдавай себе мут на 15 минут. Я жду. Я тебя как оскорблял. Ты, если не помнишь, то это совершенно не мои проблемы. У меня все записано на демку. У меня все есть в скринах. У меня все есть в скринах и прочее. Так что, давай, выдавай. Это оскорбление? Меня лично это оскорбило. Я зову старшего, так как хочу узнать, что это оскорбление. Было то, что меня какой-то выблюдок посреди города оскорбляет просто так и бегает за мной и сыпит оскорблениями. Поэтому выдай себе, пожалуйста... Ты меня сейчас оскорбил. Тебя? Нет. Мы же с тобой сейчас в НРП формате говорим. Я оскорбил того выблюдка, который бегает по городу и оскорбляет меня. Вот и все. Сказал свое мнение об РП-персонаже, который сейчас здесь, увы, не получится его отыграть. Тут как бы человек с человеком общается. Во время разборок тоже оскорбление считается. Ну и что я оскорбил? Чела какого-то, который меня оскорблял там? Ну да. Но конкретно тебя как персону? Ты сказал выблюдок. Да, да, да. Да, выблюдок. Но я же говорю, что меня там какой-то посреди города выблюдок оскорбляет. Я это терпеть не буду. Ну вот. Видишь. Высказался о персонаже. Оскорбление тоже. Я высказался о персонаже, будучи в НРП формате, да. Но прямого оскорбления от меня как такового нет. Я ж не говорю, что ты конкретно вот такой. Понимаешь? А я персонаж тоже. И я тебе... Да нет, ты не персонаж. Ты личность, к сожалению. Вот которая вот так вот там что-то отыгрывает. В общем, я жду, пока ты себе выдашь оскорбление. 15 минут мута чата. Я что ли говорил тебе? Ты елбан. Я не знаю, что за слово. Елбан такое. Выдай себе мут чата. Я разбираю данную ситуацию. Я считаю это нарушением. Если у тебя будут какие-то вопросы, возражения. Прямая дорога на форум обеспечена. Поэтому, пожалуйста, не затягивай время. Выдай себе мут. И ступай своей дорогой. Я жду. Как только у организмов с Дарк РП дело пахнет жареным. Они моментально начинают звать какого-то старшего. И зовут челика, которого они знают. И с которым они, наверное, играют. Вот они реально думают, что какой-то там старший админ, с которым они хорошо общаются, придут. И вот так по щелчку пальцев они закроют любую жалобу. Покроют любое нарушение, каким бы серьезным оно ни было. А нет, оказывается. Вот так оно не работает. Признаю, я там немножечко проебался с названием. Нарушение вместо ОСКа там будет спам. Просто потому, что у него идет вот в столбец одни и те же сообщения, которые он с небольшим интервалом отправляет. Наказание это не меняет, что там был на 15 минут мут. Что здесь? А, ну и, кстати, оскорбление еще заменяется нарушением нон-РП. Просто потому, что ты берешь первого встречного по КД, оскорбляешь и высираешься на него. Это нелогично и непонятно. Нет, выдай себе, пожалуйста. Либо в противном случае... У тебя уже будет админа-босс, потому что ты не выполняешь требования администратора, который вынес решение. Привет, Константин. В паре вместе с ним челик отлетел за нон-РП. Этот до сих пор тут стоит. Вот. И также чел тот за оск отлетел. Я его тэпнул сюда, чтобы он выдал себе за оскорбление. Мут текстового чата всего лишь на 15 минут. Его не устроило... А, начнем, кстати, оск. Вот немножко такой вопросик. Причем тут оск? Ну, слушай, когда ты просто так подходишь к человеку, и тебя ни с того ни с сего начинают посылать, потом бегать, опровоцировать тебя, называя бомжом и так далее. Ну, странное достаточно поведение. Оно заставляет оскорбиться. Нет, не в нон-РП. Это было в РП. Это было в РП-обстановке. А правило ОСК подписывается о том, что не допускается оскорблению в ООЦ, ЛАОК и командных чатах. Ну вот. Но на РП-чатах нельзя не допускать оскорблений. То есть оскорбление личности, которая играет, а не РП-персонаж. РП-персонажа можно хоть всю его семью по кругу пустить. Нет, не наказуем. А также во время разборок в любом чате. В любом. Разборок имеется в виду вот таких вот, где жалоб и все остальное. Ну, так, наверное, надо указывать. Потому что в чате люди думают, что... Чего? Ну, наверное, надо указывать, каких разборок. В любом чате. Я вот прочитал в любом чате. Хорошо. По такой логике, если у меня произойдет перепалка с каким-нибудь гопником во дворе, я не имею права оскорблять. Потому что у нас по факту разборки идут, и я не имею права оскорбить. Так? Да нет, не в этом дело. Просто бегая, посылая вот нахуй человека просто так, непонятно чего от этого добиваясь, это очень странно. Я говорю об этом. Но это на НРП. Не ролевой поведение. Когда так вот бегают и посылают нахуй вот так, просто так, то... Ага. А спамом что считается, подскажи? У меня просто на уме крутится два варианта. У меня два варианта на уме крутится. Либо был оск, либо спам. Потому что там сообщения просто ряд друг за другом идет в столбе. Несколько раз. Там раза четыре точно было. Вот он стоит, одну спамит, одно и то же. Да, да, толку то, что ты пересказываешь. Ты тогда на диалог не шел вообще никак. Просто спамил одно и то же. Смысл от этого? Можно докопаться с того, что это чат спам. Ну, реально. Ну, чат спам и НРП значит. Он отказывался себе выдавать наказание, получая. Тянул время за счет своей привилегии, чтобы дождаться администратора. Это особо не повлияло. Просто это консультация. Это такая дополнительная. А если бы ты не сейчас прям пришел, понимаешь? А если бы ты пришел позже? Ну, если бы пришел позже, то тогда бы был бы, чтобы это все наказали. Но я ждал достаточно для человека, который просто разбирал это. Я предупредил его, если мое решение будет не совсем верным или же в корне неверным, то он может пойти на форум. А пока я просто прошу, чтобы он выдал себе муд и все. Решил там что-то, свои правила какие-то сделать. Хотя не он принимает решение, а человек, который разбирает нарушения. А в данном случае это я. Верно. Вот. Зачем тогда мне по чужим каким-то правилам сейчас что-то проводить? Ну, типа мы дождались тебя, да. Он потянул время, пользуясь привилегией своей. То, что я его не могу сам забанить. Или же заджалить. Или же замутить. Он этим воспользовался, воспользовался. Интересно, однако, играть. Ну, что, дождался кусок хуеты. Я это вслух сказал. Вот какой я негодяй. Сейчас я у вышки уточняю этот вопрос. Потому что у нас такие случаи достаточно редко бывают. Да нет, не редко на самом деле, Кость. Я играю уже второй, третий раз тут. Вот. И так почти каждая жалоба. У меня еще претензии есть к наборному модератору. Он, правда, ливнул уже. Нет, админа босса, админа босса есть наказать. Там нидер-бан, ведь. Третье нарушение у него? Ну, это же третья. Да, да. А ты это, в бога веришь, Константин? Только перед смертью. Ну, веришь, значит. А это, знаешь, правило? Бог любит троицу, вот. Третье нарушение, три недели и все такое. Ну, я верующий человек просто, ребят. Я верующий. Я верю и в себя, и во всех остальных, кто ко мне хорошо относится. Я верю, что он примет правильное решение. Богоугодное, так скажем. В общем, хранит тебя Господь, а тебя не храни. Доигрался, сука. Все началось с того, что ты просто меня несколько раз послал нахуй. В Сидонске есть еще что-то сказать? Ну, тогда, чао. Чао. У нас еще остались вопросы ваши? Слава тебе Господи. Слава тебе Господи. Слава тебе Господи. Слава тебе Господи.